В Уйгурском районе открылась казахская школа. Новому образовательному учреждению присвоено имя Жанабая Кудайбергенова. Глава региона Марат Султангазиев, специально посетивший торжественное мероприятие, поздравил педагогов и учащихся и выразил свои пожелания. На открытие школ побывала и наша съемочная группа. Учебное заведение расположено на юго-западе села Шонже, прямо при въезде в районный центр. Открытие школы в Уйгурском районе поставило окончательную точку в ликвидации трехсменного обучения. Об этом сообщил во время своей поздравительной речи глава региона Марат Султангазиев. Это важнейший шаг по поддержке развития приграничных территорий, создание наиболее комфортных условий для развития образования и воспитания подрастающего поколения, получение ими качественных знаний. Самое важное – решена проблема трехсменного обучения. В рамках реализации проекта «Комфортная школа» для решения этого вопроса в области построят 53 школы. К строительству школы было привлечено ТЭО «Нуршапагат». Стоимость проекта – 2,5 миллиарда тенге. Подрядная компания выполнила все работы качественно и в срок. Ее представители выступили с приветственной речью во время церемонии открытия и в торжественной обстановке передали ключи директору школы. В традиционном разрезании ленты приняли участие Акимобласти и Ахсакалы района. Гости мероприятия осмотрели учебные классы. Общая площадь образовательного учреждения – 10 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 900 ученических мест. Здесь созданы все условия для получения качественного образования. Здание состоит из 9 учебных блоков с отдельными входами для учащихся начальной школы и старшеклассников. Имеется актовый зал на 294 места, большой и малый спортивные залы, столовая на 160 мест. На каждом этаже имеется санузел, есть душевые. Во дворе стадион, две площадки для проведения торжественных линеек. Следует отметить, что осенью прошлого года Акимобласти подарил учащимся новый автобус. С вводом в эксплуатацию данного объекта образование в регионе сократилось количество трехсменных школ. В целом, по словам специалистов, в ближайшие три года в Алматинской области эта проблема будет полностью решена. Жан Дос Назарбаев, Алмат Хамид, Берик Ахтан, телеканал ЖТСУ, Алматинская область.